Маша сидела в салоне автомобиля и раздумывала, зачем сестра повела себя так некрасиво. Неудобно как, стыдно. Что подумает этот парень? Сама остановила, еще и пригрозила. Глупость какая. Маше уже не десять, чтобы обращаться как с маленьким ребенком. «Боевая сестра у вас», – начал разговор Олег, изредка поглядывая на пассажирку. «С норовом». «Угу», – Мария смотрела прямо перед собой. «Боевая». «А вас как зовут?» «Мария». «Красивое имя», – улыбнулся водитель. «А я Олег». «Слышала», – выдохнула девушка. «На учебу или переезжаете?» «На работу еду». Маша потерла локоть. «Ах, да». Олег легонько стукнул себя ладонью по лбу. «Какая учеба? Лето же. Кем работаете?» «Сборщицей на заводе». «На заводе? А на каком?» Олег задавал так много вопросов, что девушка напряглась. «Давайте помолчим», – взглянула на водителя грустными глазами. «Я вас утомил. Извините». Олег перестал улыбаться. Маша почувствовала облегчение. Наконец, тишина и покой. Попутчик вроде ничего, понимающий. Взглянув украдкой на профиль водителя, девушка отвернулась, сдерживая улыбку. Олег это заметил. А также заметил, какое прелестное личико у Маши, вздернутый нос и васильковые глаза. Тонкие пальцы и шея. Пока беседовал с Катей, успел рассмотреть ее сестру и дать положительную характеристику внешности. Симпатичная девушка Маша и даже очень. Так бы и сидел с ней рядом вечно. Вот так, молча, глядя вперед. Можно задать вопрос? Тембр голоса немного изменился, стал более деликатным. Вы давно живете в Брянске? Давно. С самого рождения? Ох, как не хотелось говорить правду об интернате. Зачем кому-то знать подробности? А вы? Маша задала встречный вопрос. Я там родился. Я почему спрашиваю? У вас такой огромный чемодан. Провожала сестра. Мне показалось, вы едете впервые. Подумал, может, о городе рассказать или провести экскурсию. Спасибо, не надо. Я хорошо знаю город. Мария поймала себя на мысли, как бы было замечательно прогуляться по парку с новым знакомым. Глядя в окно, она уже вовсю представляла себя рядом с высоким рыжим парнем. Никогда еще не чувствовала Маша такого умиротворения и спокойствия, излучаемых от посторонних. Олег до того милый и приятный, что так и подмывала спросить, а есть ли у него пара. А что вы... Одновременно заговорили попутчики. Замолчав, оба рассмеялись. Извините, я вас перебил, смущенно сказал Олег. Нет, это вы меня извините. Маша поправила платье на коленях. Так что вы хотели спросить? Олег поочередно смотрел то на дорогу, то на Машу. Ничего. Тогда, с вашего позволения, продолжу. А вы сегодня вечером свободны? Как здорово, что он задал именно этот вопрос. Нет, я сегодня работаю. И завтра тоже. Маша немного огорчилась. Так, Олег задумался. А в субботу? Хорошо. Девушка смущенно улыбнулась. Надо же, как быстро развиваются события. В коем веке понравился молодой человек. Видимо, она ему тоже пришлась по душе. Где? Не знаю. Маша пожала плечами. Приглашаю в драмтеатр, предложил парень. Согласна. Водитель кивнул головой и замолчал. Выезжая в город, Олег уточнил адрес. Маша назвала улицу, где нужно остановить, и загрустила. Как не хотелось расставаться. Вдруг она больше не встретит Олега. Мало ли он передумает. О, а нам ведь по пути! Воскрикнул парень. И его лицо расплылось в улыбке. Я на тракторной живу. Это совсем рядом. Любопытная история, подумала Маша. Внутри словно цветы расцвели. Девушка испытала истинный восторг. Бывает же такое. Остановив машину у общежития, Олег помог донести чемодан до двери. Спасибо, дальше не надо. Маша забрала вещи. Я вам очень благодарна, Олег. Давай на ты. Олег отступил в сторону, пропуская какую-то девушку. Ну что, до встречи? До встречи. Маша вцепилась в ручку чемодана двумя руками. Олег отошел к машине, улыбнулся и помахал рукой. Как только авто уехало, Маша тяжело вздохнула. Наверное, мы больше не встретимся, открыла дверь. А мне бы так хотелось. Мы же так и не договорились, в котором часу у театра. В субботу Маша собиралась прогуляться с Верой. Заглянуть в магазин одежды и помочь выбрать ей платье. Пока она прихорашивалась у зеркала, в дверь постучали. — Титкова! — девушка, проживавшая на этом этаже, принесла весть. — Тебя там ждут. — Кто? — оторопела Маша. — Не знаю. Просили передать. Иди быстрей. Маша надела туфли и побежала на первый этаж. В холле ее ждал Олег. Девушка растерялась. Медленно подошла к парню. — Привет! — поздоровался Олег. — Пришел, как и обещал. Маша подошла ближе и прильнула к широкой груди. Сердце трепетно забилось. — Здравствуй! — полушепотом ответила девушка. — Я очень рада. Глава двадцатая. Начался новый период в жизни Маши. Свидания, прогулки под луной, цветы, подарки и... Любовь. Маша была на седьмом небе от счастья. Вот он с ужиной. Она была готова прожить с этим человеком всю жизнь, ждать, сколько потребуется, и прощать все нечеловеческие поступки. Маша влюбилась до беспамятства. Голова кружилась от одного упоминания об Олеге. — Машка, ты на себя не похожа. Вера помогала готовить ужин на общей кухне. — Уже целый месяц ходишь и светишься вся. Маша перестала чистить луковицу и подняла голову. В ее глазах был особенный огонек, не такой, как у просто счастливых людей. Глаза Маши излучали дивный, мало кому понятный блеск. Блеск абсолютной любви и в то же время отрешенности от реальной жизни. — Неужели существует такая любовь? Вера отошла от плиты. — Ну, не верю. Не бывает. Это противоестественно. — Почему? — улыбнулась Маша, сковырнув шелуху на полураздетой луковице. — Никогда такого не видела. Даже в кино наигранно. Ну, не верю. — Бывает, Верочка. Я сама не верила. Злилась на Гришку и думала, никогда не смогу полюбить. А тут... — Да, погоревала ты всего ничего, пару дней, пока не встретила своего рыжего. — Не говори так, — усмехнулась Маша. — Рыжий и есть. Вера помешала суп в кастрюле. — И что в нем красивого? Конопатый, усище, како... Девушка задумалась, вспоминая известных полководцев, у кого были такие огромные усы. — Ай, котяра и есть. Не припомнив ни одного из предводителей, Вера постучала ложкой о край посудины. — И что ты в нем нашла? — Не знаю. Мне с ним так легко. Ты понимаешь, когда иду рядом, чувствую себя защищенной, что ли. Мне хочется прижаться к нему и не отпускать. И в то же время хочется парить. Парить над облаками и часто дышать. Хочется окутать Олежку белым покрывалом и укачивать на руках. — Чего? — у Веры сморщился лоб. Ты не беременная, случайно? Напоминает какие-то материнские инстинкты. — Да ну тебя, — покраснела Маша. Нашла, что ляпнуть. У нас с Олежкой совсем другие отношения. — Ну-ну, с Олежкой. Вера выключила конфорку. — Смотри, а то наиграется твой Олежка и поминай, как звали. — Он не такой. Маше не понравилось высказывание подруги. — Совсем не такой. Зима. Олег и Маша прогуливались вдоль улицы поздним вечером и наслаждались морозным воздухом. — У тебя руки не замерзли? Парень обратил внимание, как Маша нахохлилась, сунув руки в карманы зимнего пальто. — Давай согрею. Взявшись за холодные пальцы, Олег подул на них и потер. — Где твои варежки? — Дома забыла. Маша немного промерзла, но уходить не хотелось. — Держи мои. Олег вынул из-за пазухи большого размера перчатки. — Грейся. — А ты? — Обойдусь. Натянув мужской аксессуар на побледневшие кисти, Маша передернула плечами. — Так, вижу, замерзла. Подтянул воротник пальто. — Забежим в магазин, погреемся? — Не хочется. Давай еще погуляем. Девушка произнесла последние слова и жутко закашлялась. — Это не дело. Так и простудиться недолго. Олег закрутил головой. — А вот и остановка. Взяв под руку любимую, потянул через дорогу. — Куда? — спросила Маша охрипшим голосом. — Поедем ко мне. Я тебе чаем с малиновым вареньем напою. — Ой. Девушка выдернула руку и остановилась, не доходя до тротуара. — Нельзя. — Почему? — Обернулся Олег. — Что твоя мама скажет? — С ума сошла. Ничего. Она у меня знаешь какая. Маша стояла как вкопанная. Ехать в квартиру к парню, где проживает его мать, да ни за что на свете. Что она подумает? Ладно бы днем, но уже поздний вечер. Неприлично. — Да не переживай ты, — засмеялся Олег, взяв Машу за рукав. — Я скажу, что ты моя коллега по работе, пришла обсудить комсомольские вопросы. Идем, автобус уже подъезжает. В голове спутались мысли. С одной стороны, нехорошая затея, а с другой, так хочется горячего чая, аж зубы сводит. И с Олегом расставаться, душа наизнанку. Но парень потянул за собой еще сильнее, и Маша поддалась. В автобусе удалось занять свободные места и хоть чуть-чуть отогреться. Маша представила, как выглядит мама Олега. Наверное, такая же рыжая и высокая, хотя... Немного она повидала женщин высокого роста. Все какие-то маленькие и пухлые. Улыбнувшись себе, девушка шмыгнула носом. Так и знал, простыло, заволновался Олег. Если сляжешь, когда еще увидимся? Маша оставила вопрос без ответа. Уставившись на молодую парочку напротив, опять улыбнулась. Поднимаясь на второй этаж панельного дома, девушка не почувствовала тревоги, которая одолевала до приезда сюда. Она шагала в такт парню, предвкушая вкус малинового варенья на языке. Олег остановился у двери, обитой дерматином, и нажал на звонок. «Иду, иду!» – послышалось из квартиры. Женский голос сразу понравился Маше. Дверь открылась, и перед молодыми предстала женщина лет пятидесяти, невысокого роста, с черными волосами, собранными на затылке. «Сыночек!» – женщина потянулась губами к Олегу. «Ты папу не встретил?» – выглянула наружу. Увидев Машу, поздоровалась. «Добрый вечер!» Неоднозначно посмотрела на сына, развернулась и ушла в кухню. «Мам, поставь чайник, пожалуйста!» – крикнул Олег, запуская подругу в квартиру. «У нас варенье еще осталось?» «Конечно осталось!» – откликнулась мать. «Чайник уже ставлю!» Маша не поняла, как отнеслась к визиту незнакомки мамы Олега. Стоит ли оставаться или лучше вернуться назад? «Заходи!» – чего встала? Олег торопился закрыть дверь. «Не стесняйся! Снимай пальто!» Маша расстегнула пуговицы, осматривая прихожую. Обстановка чем-то напоминала квартиру Люды и Сергея, с которыми Маша уже очень долгое время не общается. Обои с замысловатым рисунком, шкаф и зеркало – полное представление о городской жизни. «Твоя мама недовольна!» – прошептала девушка. «Может, не надо?» «Успокойся! Она со всеми такая!» – повесил на крючок пальто Маши. «Болеет!» Олег провел свою девушку в кухню и усадил за стол. Маша, спрятав руки под столом, начала заламывать пальцы от волнения. «Вы Маша?» – хозяйка налила кипяток в чашке. «Да». Мария никак не ожидала, что о ней здесь знают. «А меня зовут Анна Никифоровна». Переставив чашки на обеденный стол, женщина потянулась за розеткой с вареньем на верхней полке. «Олежек, наконец-то я дождалась! Ты познакомил меня со своей девушкой!» Щеки Маши налились румянцем. «Значит, он рассказывал о своей подруге. Зачем?» «Машенька, а вы любите мед?» – оглянулась Анна. Маша смотрела на женщину с испугом. Чужая квартира, чужая мама и... Доброта? Не может быть! Даже соседка тетя Надя гоняла Машу со двора, прикрикивая и угрожая отлупить крапивой, когда Маша ссорилась со Степкой. «Люблю!» Язык будто онемел, но она справилась. Олежка, выставив на стол сладости, Анна Никифоровна уселась рядом с сыном. Надо было ее и раньше пригласить. Очень милая девушка. Она замечательная. Олег приобнял мать. «И мы скоро поженимся!» Маша не успела проглотить варенье. В горле запершила, и она закашлялась. «Я очень рада, сынок!» – промолвила женщина и встала. «Пойду прилягу, что-то мне нехорошо». «Плохая шутка!» – Маша вытерла рот салфеткой. «И маме твоей она не понравилась!» «Это не шутка!» – Олег нежно улыбнулся. «А мама в последнее время часто плохо себя чувствует. Мы недавно бабушку похоронили». «Да?» – Маша удивилась. «Почему любимый не рассказал раньше?» «Я тебе сочувствую». «Спасибо!» – выдохнул Олег, положив руки на стол. «Ну что, когда пойдем узаконивать наши отношения?» «Как-то рано еще!» Девушка не знала, что сказать. «Уж слишком быстро!» «А чего тянуть? Ты меня любишь, и я тоже!» «Или ты во мне сомневаешься?» «Давай подождем!» – предложила Маша. «Нам некуда торопиться!» Свадьба состоялась в конце лета 1970 года. Небольшое скромное торжество отмечали в квартире Олега и его родителей. Собрались гости, человек десять. Со стороны жениха присутствовали сестра с мужем и несколько друзей, а со стороны невесты только подруга Вера. Ирина с Митей не поехали поздравить старшую дочь. А точнее сказать, Ира промолчала о телеграмме, где Маша приглашала всю семью в Брянск на свадьбу. «Не до праздников мне!» – приговаривала женщина, сидя рядом с коровой. «Подарки подари, одежду прикупи. Нету у меня столько. Обойдутся и без нас. Катька, глядишь, не сегодня-завтра надумает замуж. Где ж мне столько денег-то взять? Я их не печатаю. Машка уже взрослая, сама разберется. Ухватила городского. Вот пускай он и платит». Катя знала, что Маша в скором времени обзаведется семьей, но в какой именно день это случится, не была в курсе. Ирина, как только получила весточку от Маши, сожгла телеграмму. «Не получала, и все тут. Так и скажу, если спросят». Подарив корову, Ира вышла из-за сарая. Старшая дочь предполагала, что так и будет. Но что бы ни приехала сестра, Машу это огорчило. «А где твои?» Вера разливала компот по стаканам. «Не смогли?» «Работы много», – оправдывалась Маша. «Лето все ж». «Ой, Машка, как же я за тебя рада!» Вера поглядывала на родителей Олега. «А они ничего такие, по-доброму, с душой». «Что есть, то есть. Я даже и подумать не могла, что Анна Никифоровна окажется такой прекрасной женщиной». «Подарила бабушке на кольцо». Маша показала украшение на пальце. «Ух ты! Фамильная?» «Да. Петр Евстигневич когда-то ей подарил, а теперь оно ко мне перешло». «Какая же ты счастливая!» Вера повнимательней осмотрела комнату. «Жить здесь остаешься, с условиями. Где бы встретить такого же рыжего?» Усмехнулась подруга. «С усами». «Перестань», — хихикнула Маша, легонько толкнув свидетельницу плечом. «Будет и на твоей улице праздник». Девушка повернула голову в сторону. Ее муж Олег оживленно беседовал с друзьями и выпивал. Ребята подначивали парня, произнося глупые тосты за первую брачную ночь, за комсомол, за будущих ребятишек, чтобы они родились такими же конопатами, с рыжими усами. Много чего желали молодым в прикуску с краковской колбасой. «Хоть бы сегодня вел себя поприличней», — шептала мужу Анна Никифоровна. «Я так надеюсь, что у Машеньки получится избавить Олежку от этой дурной привычки. И в кого он у нас такой?» «Ничего, ничего». Петр положил в свою тарелку квашеной капусты. «Если любит, бросит ерундой заниматься». Маша не знала, что ее новоиспеченный муж — любитель водки. На свидание приезжал посвежевшим и без запаха. Никогда не пил в компании Маши и даже не заикался на эту тему. Вечером гости разошлись по домам. Маша помогла свекрови убрать со стола и помыть посуду. «Не думала я, что мой Олежка когда-нибудь женится», — Анна вытирала тарелки. «Всегда таким разборчивым был. Спасибо тебе, Машенька, что вошла в наш дом. Сердцем чувствую. Все у вас будет хорошо». «Анна Никифоровна, вы так говорите, и глаза на мокром месте». «Все в порядке?» Невестка обратила внимание на погрустневшее лицо женщины. «Вы идите, отдыхайте, а я сама посуду уберу». «Это я от счастья», — сквозь слезы улыбнулась свекровь. Поставила тарелку на стол, приобняла Машу и поцеловала в лоб. «Пусть вашу семейную жизнь ничто не омрачит. Любите друг друга и уважайте». «Хорошо». У Маши еле повернулся язык. Проводив взглядом женщину, невестка пожала плечами и продолжила мыть посуду. Закончив с работой в кухне, она отправилась в спальню. Открыв дверь, увидела мужа, лежащего на кровати лицом вниз. «А ты чего в брюках-то?» — закрыла шторы. «Спишь, что ли?» Маша подошла к кровати с другой стороны. Сделав последний шаг, споткнулась. Под койкой что-то зазвенело. Девушка нагнулась и увидела пустую бутылку из-под водки. «А это здесь откуда?» Подняла тару и понюхала. «Фу, свежая!» Почувствовала неприятный запах спиртного. «Олег, вставай! Это ты принес?» Но Олег не ответил. Пробурчал что-то на пьяном языке и вновь засопел. «Поднимайся, надо раздеться!» толкала в бок мужа. «Да что с тобой? Ты сегодня как с цепи сорвался, пил и пил весь вечер. Ты меня слышишь?» Девушка потянула спящего за руку. Олег резко дернул рукой и сел. «Отвали, я сказал!» Крикнул на всю комнату. «Чего приперлась? Кто тебя звал?» Маша смотрела на мужа, открыв рот. «Олег!» Ее ошарашило поведение мужа, которого она знала совсем с другой стороны. Олег смотрел на Машу мутными глазами и громко дышал. Поморгав несколько раз, потер лицо резкими движениями. «Машенька!» вскочил на ноги. «Это ты, девочка моя, прости, прости!» Обхватил руками и прижал к себе. «Я перепутал. Извини меня. Мне показалось... Это не тебе. Я не с тобой говорил!» Мужчина покрывал поцелуями лоб, щеки, шею. «Прости меня, любимая!» Маша стояла, как столб, и не могла пошевелиться. Вспомнился инцидент из детства, когда мать гоняла по двору Василия после того, как он, будучи пьяным, набросился на Ирину с кулаками. «Это у всех так?» Подумала девушка, вспоминая каждого жильца в деревне. «Неужели все живут одинаково?» Девушка мысленно рассуждала, не шелохнувшись. «А зачем тогда создавать семью, чтобы мучиться, как мама, тетка Нюра или соседка Надя? Хотя тетя Надя и не мучается вовсе. Муж ее, Толя, как выпьет, ведет себя смирно, песни поет да веселится. И почему мужчины такие? Зачем пить? Что в этом хорошего?» Подняв глаза на мужа, Мария сказала. «Пообещай мне, что больше это не повторится». «Нет, я больше не буду!» Крепкие объятия Олега и извинения расслабили. Маша улыбнулась, поцеловала мужа и попросила лечь спать. Наутро Олег получил нагоняй от отца, так как тот услышал ночной крик. «Не вздумай потерять жену!» – ругал сына Петр в кухне. «Я тебе этого никогда не прощу!» «Пап, заканчивай утренний разбор полетов. Мы уже обо всем поговорили. У нас все нормально!» «Слышал я твои вопли, бесстыдник! Первый день и такое отношение! Я б на ее месте развернулся и ушел! А она любит! Любит, если осталось!» «Все, хватит!» У Олега болела голова. «Я все понял! Больше такого не повторится!» Не повторилось. Четыре месяца Олег вел себя, как примерный семьянин. Вовремя возвращался домой после рабочего дня, ограничил встречи с друзьями и не принимал на грудь. Глава двадцать первая. Конец декабря. «Здорово!» Услышал Олег, наткнувшись на Игоря у выхода из продуктового магазина. «Привет!» «Ты куда запропастился?» Игорь докуривал сигарету. «К телефону не подходишь. По субботам в кафе не являешься. Мы уж подумали, тебя к батарее приковали и держат в заперти!» Олег рассмеялся. «Некогда! Дел по горло!» «Оно и видно!» Друг обратил внимание на тряпичную сумку. «За картошкой бегаешь?» «Эх, дружбан! Такого человека потеряли! Напрочь потеряли!» «Ты теперь кормящая мать!» «Заканчивай стебаться!» Олегу стало неудобно перед другом. «Семейная жизнь, знаете ли?» «Понимаю!» Игорь полез в карман брюк за еще одной сигаретой. «Послушай, мы у Саньки собираемся на Новый год. Ты как?» «Ох, Игорь!» Олег начал переминаться с ноги на ногу. Ему безумно хотелось побыть в этот день со своей компанией, а не сидеть дома у телевизора и смотреть концерт. Родители обидятся. «Родителей надо уважать, но и о себе не забывать!» Приятель заговорил в рифму. «Ну, как знаешь!» Хлопнув Олега по плечу, Игорь двинулся дальше, по своим делам. «Подожди!» Крикнул Олег. «С женой приду!» «Обещаешь?» «Обещаю!» Вернувшись из магазина, Олег поставил продукты в кухне. На часах половина седьмого. Скоро Маша приедет. Как заботливый муж приготовил ужин. Любимое блюдо – жареная картошка. Раньше всех вернулась мама. Почувствовав аппетитный запах, громко произнесла. «А кто это у нас здесь хозяйничает?» Сняла сапоги. «Петя, это ты?» «Нет, мам, это я!» Отозвался сын, вытирая руки. «Проходи, я тебя покормлю!» «Олежка!» Живо сняв пальто, женщина поторопилась в кухню. «Сынок!» Заглянула под крышку сковороды. «Какой ты у меня умница!» Поцеловала Олега, чуть не плача. «Я знала, знала! Маша тебе Богом дана! У нас так все изменилось! Даже не верится!» Смахнув слезу со щеки, села на стул. «И ты? Какой ты у нас стал?» «Мам!» Олегу стало не по себе. «Ты извини меня за все! За нервы, слезы!» Присел на корточке перед мамой. «Ох, сыночек!» Анна погладила по голове парня. «Что было, то прошло! Слава Богу, у нас все наладилось!» Только вот Олег не знал, как сказать о приглашении отпраздновать Новый год у Александра. Саню Анна Никифоровна недолюбливала из-за его прыткости и глупых шуток. «Меня пригласили друзья 31 декабря. Тебя? А как же Маша?» У Анны округлились глаза. «Ты не можешь пойти один!» Я не так выразился. «Конечно, и Машу тоже!» «А кто?» «Могу узнать?» «Игорь!» Как же нехорошо лгать собственной матери, но пришлось это сделать. Иначе она бы высказалась по поводу разгильдяя Саши Иванова и напомнила бы о его детских проделках. Сконструированные собственными силами бомбочки, разбитые окна, курение в 12 лет и спиртное в 13. Игорек, камень с души, давненько его не было видно. Очень приятный молодой человек, воспитанный, спокойный. «Да-да, мам!» Олег поднялся на ноги. «Ты есть будешь?» Остынет. Через два дня Маша и Олег отправились на празднование Нового года в квартиру Александра, где собралась целая толпа народу – восемь человек. Парней было больше, чем девушек. Игорь привел свою подругу Нину, которая работала вместе с ним в магазине. Саша – одиночка по жизни, не желающий связывать свою судьбу семейными узами. Для него свобода дороже всего. Юра, Андрей и Вася также не торопились с браком, но их подруги прийти не смогли. Девушка по имени Таня была без пары. «Наверное, подруга Нины», – подумала Маша, разглядывая эффектную гостью, одетую в вызывающий наряд. «Ты зачем ее привел?» Олег отвел в сторону Игоря. «С ума сошел!» «Я ее не приводил!» Игорь хлопал ресницами, недоумевая. «Это Саня, думаю». «Ему-то это зачем?» «Он говорил, что будет сюрприз для тебя. Видимо, она и есть сюрприз». «Сволочь!» Олега затрясло. «Надо ехать домой!» «Да брось!» «Испугался! Чего тебе бояться?» «Женат!» «Семья!» «Делов-то!» «А если она расскажет о нашем прошлом?» «И что?» «Это было до появления Маши?» «Успокойся!» «Жена у тебя умная, промаху не даст!» Но промах дал Олег. В самом разгаре праздника он все чаще выходил с ребятами на лестничную площадку под предлогом не задымить квартиру. И чем больше муж уходил, тем пьянее возвращался. Маша в это время активно беседовала с девушками. «Что-то они долго, пойду посмотрю!» Таня изъявила желание проверить мужскую компанию. Через минуту ребята вернулись за стол. Маша не увидела Олега, а вместе с ним и Таню. Подождав еще минуту, девушка не выдержала. «Пойду позову!» Встала из-за стола. «Да сиди ты!» Саша поймал Марию за руку. «Сейчас придут!» Вырвавшись из цепких пальцев опьяневшего хозяина квартиры, Маша поспешила на выход. Но на лестничной площадке никого не было. Закрыв дверь, услышала возню в ванной. «Я сейчас прямо здесь тебя уложу!» Прислушавшись, узнала голос Олега. «Какой ты сегодня?» Шептала Таня. «А ты изменился! Семейная жизнь сделала из тебя черствого человека!» «Ты сейчас доиграешься!» Голос мужа казался нервным. «Выйди отсюда! Дай мне умыться!» «А что будет, если не выйду?» Беспринципно кокетничала девушка. «Олежек, неужели ты все забыл? Нам так хорошо было раньше!» «Было!» – выкрикнул Олег, стоя перед бывшей. «Было!» «А ты что сделала?» «Это случайность! Я тебе объясняла!» «Видеть тебя не могу! Уйди лучше!» Дверь затряслась, не выпуская наружу. «Дай открою! Отойди!» Татьяна игриво хихикала и не выпускала парня. Разозлившись, Олег силой толкнул дверь ногой. Щеколда поддалась, вырвав петлю из дверного косяка. «Ой!» – от испуга Маша приложила руку к груди. «Собирайся!» – разъяренный Олег вывалился из ванной. «Домой едем!» «Олег, ты чего?» – из комнаты показалась голова Саши. «Чего так рано?» «Пошел ты куда подальше!» У Олега тряслись руки. Он не мог справиться с пуговицами на пальто. «Не друг ты мне больше!» «Э-э-э! Успокойся!» На помощь Саше пришел Игорь. «Олег, не спеши!» «И ты вали туда же!» Схватил Машу за руку, не замечая, что она не успела застегнуть сапоги. «Идиоты!» Захлопнув дверь, Олег поспешил на улицу. «Да что случилось-то?» Андрей присоединился под конец драмы. «Куда это он?» «Саш!» Игорь повернулся к хозяину квартиры. «Ты сейчас друга потерял, понимаешь? А я тебя предупреждал. Догоняй и извинись!» «Еще чего!» Цокнув языком, Саша взъерушил челку. «Если шуток не понимает, то с головой совсем беда!» «Тогда я сам!» Игорь оделся и поспешил догонять друга. Прошло чуть больше пятнадцати минут. «Ну и где он?» Саня выглянул в окно. «Уехал с ними, что ли?» В эту минуту входная дверь открылась, и все услышали шоркающие шаги. «Вернулись!» Андрей рванул встречать обиженного Олега. Но каково было удивление, когда он увидел не Олега, а Игоря, вываленного в снегу и с разбитым лицом. «Кто тебя так?» «Олег?» Парень был ишарашен. «Какой ты догадливый!» Игорь разделся и направился прямиком в ванную. «Сейчас умоюсь и тоже отчалю». «Ну, не дури!» Андрею не хотелось ссор, а тем более драк. «Завтра Саня позвонит и извинится». «Ага, сейчас!» Изрядно опьяневший Саша еле держался на ногах. «Валите все, обиженки!» Девушка Игоря смотрела на всех, выпучив глаза. «Игорек!» прошептала испуганным голосом. «За что он тебя так?» «Из-за Сашки и Таньки!» Игорь поласкивал лицо холодной водой и посматривал в зеркало. «Танька, бывшая Олега!» Нина не знала об этом. Сообразив, почему Олег разозлился, встала на его сторону. «Надо было не тебя, а его!» Кивнула в сторону Саши. «Поехали ко мне!» «Надо лицо обработать!» Из комнаты послышался громкий истерический смех. Это была Таня. Выпив еще шампанского, девушка смотрела концерт по телевизору, где выступали известные пародисты. «Не надо было ее звать!» Игорь вытер лицо. «А это не тебе решать!» Саша прошел в комнату. «Собрались уходить? Уходите! А мы с Таней продолжим праздновать!» Налил водки в стопку. «Сдался ты мне!» Таня поднялась с дивана. «Пообещал Олега без жены пригласить, а она приперлась!» «Ну ничего!» Прошла в прихожую. «Я все равно верну Олежку!» «Слышите?» «Все слышите!» «Он будет моим!» «И что это за девушка?» У Маши колотилось сердце от ревности. «Почему она так себя вела?» «Не обращай внимания!» «Она из этих!» Олег протирал руки снегом, стоя у машины. «Из каких этих?» «Гулящая она!» «Вот и лезет ко всем!» Встряхнув кистями рук, парень открыл дверь. «Садись!» «Куда тебе?» «Посмотри на себя!» «Еле на ногах стоишь!» Олег сел за руль своего автомобиля и повернул ключ зажигания. «Милый, я тебя очень прошу!» Маша встала рядом. «Не надо! Давай вызовем такси!» «Я машину не брошу!» У парня дрожали руки. «Садись!» «Ты выпил! Нельзя ехать в таком состоянии!» Маша опасалась. «Я очень тебя прошу!» Олег пристально посмотрел на жену и улыбнулся. «Да трезвый я, трезвый!» Внутри все перевернулось после того, как он ударил хорошего друга, который, впрочем, был ни в чем не виноват. «Я не буду гнать!» «Доверься мне!» Немного подумав, Маша села в авто. До дома доехали без приключений. Олег управлял машиной осторожно, не разгонялся и старался не нервничать. Поднимаясь на второй этаж, Маша попросила не садиться больше за руль в пьяном виде. Муж согласился. Но его обещаний хватило ненадолго. Глава двадцать вторая. Лето. Свершилось. Катя выходит замуж за Вадика, с которым она встречается уже около двух лет. Собираясь на свадьбу сестры, Маша ждала мужа с огромным нетерпением. Приготовила подарок для молодых – швейную машинку. Катя с мужем собираются жить отдельно, поэтому такая вещь просто необходима в быту. «Я уже заждалась», – встретила мужа на пороге квартиры. «Хватай вещи и поехали». «Как не хочется тащиться». «Если б ты знала». С тяжелым сердцем вздохнул Олег, уставившись на чемодан. «Надеюсь, я им понравлюсь». «Знаю, не хочется, но это моя семья. Давно надо было съездить и познакомить тебя с ними». Девушка повесила сумку на плечо. «Не переживай, понравишься». Погрузив вещи в багажник, Олег перекурил и завел мотор. «Мать-то у тебя такая же, как и моя?» – спросил с надеждой в голосе. «Мягкая и добродушная?» «Нормальная», – Маша захлопнула дверь. «Как у всех». Олег переживал, так как не мог находиться среди множества незнакомых лиц. А тут придется остаться с ночевкой. И как себя вести? О чем говорить? Одна надежда на отчима Маши. Мужики всегда найдут общий язык и тему для разговора. В деревне Машу с мужем встретили довольно-таки гостеприимно. Ирина накрыла стол, угостила зятя домашней наливкой, хотя Маша была против. Но Олег не стал показывать свои навыки и умения выпивки спиртного. Выпил одну рюмку и вежливо отказался от продолжения дегустации. «Не пьющий?» Ира смотрела на зятя с любопытством. «Или цену набиваешь?» Олег не понял юмора тещи. Набив рот тушеной картошкой с мясом, улыбнулся. «И где ж ты его такого откопала?» Мать убрала со стола бутылку. «Вот говорила же Катьке, ищи городского. А нет, приспичила за этого. Мам, зачем ты так?» Маша перевела взгляд на Катю, сидевшую на лавке. «Каждому свое». «Угу, свое. У тебя хоть рыжий, а тот уже залысину имеет в двадцать пять лет». «Это не показатель», – Катя обиделась на мать. «Ты тоже выбрала неидеального. А все ж живете, хоть и пить начал». «А это не твоего ума дело», – спылила Ира, ударив себя по ноге полотенцем. «Поживи со своим лет пяток, а потом расскажешь, пьет или нет. И как тебе с ним живется, бросишь или терпеть будешь». «А зачем терпеть?» Катя уперлась спиной в печь. «Под зад коленом и поминай, как звали». «Ох, какие речи», – покачала головой Ира. «Сразу видно, не созрела для семейной жизни. А вот будет тебе, сколь мне сейчас, тогда и поговорим. Если бросит тебя Вадик, из-за хромого пойдешь, коли в деревне мужиков по пальцам посчитать». «Да мы бы и раньше поженились, если бы…» Чуть не высказалась Катя, загусив губу, отвернула голову. «А? Ну-ну, договаривай!» Ира поставила руки на бока. «А ты думаешь, я не знаю, как ты со своим Вадиком по сеновалам, а?» Ирина встала перед дочерью, выпитив живот вперед. «Думаешь, я не вижу, что ты у нас уже?» – ткнула тыльной стороной ладони в живот Кати. «Что люди скажут, когда посчитают месяцы после свадьбы, а?» «Скажут, что девка у меня шлендра». «Да если б не Митька, я б тебе давно за волосы оттаскала. Это он меня отговорил. Так что прикуси язык и сиди молча». Олег перестал жевать, слушая тещу. Вот эта женщина не обращает внимания на постороннего в доме, шпарит безумолку и поносит дочь. «Чувствую, цирк будет на свадьбе», – подумал Олег, и улыбнулся, предвкушая завтрашний день. Престыженная Катя вышла на улицу. Маша поспешила успокоить сестру. «Подожди, Катюш!» – остановила ее на крыльце. «Это правда?» «Что?» «А, ты об этом!» Девушка опустила глаза на свой живот. «Правда?» «Тоже будешь осуждать?» «Да ты что? Это такая радость!» Маша обняла Катю. «Я очень рада за вас! Вы же не поэтому спешите?» «Нет!» Сестра вздохнула и села на ступеньку. «Я за Валюшку переживаю!» «Мама опять за старое взялась?» «Пока нет», – уставилась Даль. «Дядь Митя пьет. Мама иногда ругает его, но старается это делать потише». «Ясно». «Маш, а вы детей собираетесь заводить?» «Собираемся!» «Когда-нибудь», – загрустила Мария. «Ты так сказала, будто у вас что-то не так!» «Все так», – присела рядом. «Не вижу смысла торопиться. Нужно дождаться квартиру». «Слушай, а свекровь у тебя какая?» «Обыкновенная, спокойная, добрая». «Ты знаешь», – Маша сорвала травинку и сунула в рот. «Что она, что наша мама, небо и земля. Я ни разу не слышала ссор между Анной Никифоровной и Петром Евстигнеевичем. Живут душа в душу. Свекровь пылинки с него сдувает, а он улыбается и целует ее в лоб. Такая прелесть!» «Ну а твой, Олег, как с тобой обращается?» «Нормально. Любит, не ругаемся». Маша поднялась на ноги. «Все у нас хорошо. Пойдем, готовиться надо. Завтра твой праздник». «А у нас все готово. Соседки помогли, девчонки». «Твой-то придет». С друзьями мальчишник устраивает. «А ты?» «Не хочу, если честно». «Куда мне?» – сказала тихим голосом. «Забудь теперь, Катенька, о танцах и клубах», – пожурила себя. «Ну вот, приехали». Маша изменилась в лице. «В старухе уже записалась. Ребенок подрастет, и будут у тебя танцы. Ты кого хочешь, мальчика или девочку?» «Девочку». Лицо Кати расплылось в улыбке. «Пойдем. Скоро отчим с Вали из магазина придут». На следующий день Маша с Ириной и подругами Кати накрыли стол, украсили цветами комнату и помогли невесте навести марафет. Через полчаса нагрянули жених и его свита. «Не понял». Олег курил на улице. Увидев стайку молодых парней, выбросил окурок и двинулся к забору. «Я не понял. Это ты жених, что ли?» Вадик притормозил у калитки. В голове всплыл случай, когда на свадьбу пришел бывший невеста и завязалась драка. «А ты кто такой?» жениха перекосила. «Я?» Усмехнувшись, Олег сплюнул на землю. «Я тот, кто тебе уши надерет, если ты сейчас же не извинишься». «Совсем очумел?» «Да я тебя!» Вадик кинулся к незнакомцу. «Слышь, котяра, ты к Катьке моей, что ли?» Схватив парня за грудки, тут же отпрянул назад. «Олег!» – закричал на всю улицу. «Олег, ты ли это? Ах ты ж котяра!» «Узнал!» Гость обхватил парня за пояс, приподнял и неаккуратно опустил. «Черт, Бесовский, где ты пропадал?» Вадик еле устоял на ногах. Еще раз обнял старого знакомого и похлопал по плечу. «Усище отрастил! Тебя и не признать!» «А ты тут откуда?» «К кому приехал?» «Как к кому?» «К тебе на свадьбу!» – рассмеялся Олег. «Надо же, где встретились!» «А земля-то круглая!» На крики выбежали женщины. Не разобравшись, что к чему, Катя бросилась с кулаками на Олега. «Отойди от него!» – колошматила мужа сестры по спине. Друзья загоготали на всю округу. «Катюш, успокойся!» «Это мой сослуживец!» Вадик оттащил будущую жену и прижал к себе. «Ивановский!» Катя остановилась и часто-часто заморгала ресницами. «Ты его знаешь?» «Ну, конечно!» «Мы службу проходили вместе!» «Ой!» Катя почувствовала неловкость. «Извини!» «Ничего, бывает!» Олег еще раз хлопнул друга по плечу. «Ну что, женишок, на регистрацию!» «Раз выкуп невесты сорвался, значит, идем в сельсовет!» Владик взял Катю за руку и повел в новую жизнь. После регистрации приглашенные собрались в доме Титковых. Как и положено, молодых усадили во главе огромного стола, поставленного в виде буквы «П». Свидетели заняли свои места рядом с Катей и Вадиком, а родители чуть поодаль. Тосты, поздравления, подарки, песни и пляски – все, как принято на деревенских свадьбах, с размахом. Люди пили, ели, веселились. Обычно невеста становится королевой праздника. Но в этом доме королевой счувствовала себя Ира. Расхаживая между гостями, предлагала выпить за здоровье молодых и за семью Маши. «А что ж Машка не здесь свадьбу справляла?» – поинтересовалась захмелевшая Нюра. «А ли тут несподручно?» Она сама так решила. Сквозь зубы процедила Ира, отходя от стола. «Маш!» – Нюра повернулась к девушке. «Ты ей хотя бы фотокарточки показала? Я страсть как люблю на свадебные смотреть!» «Хм…» – Маша вспомнила, что фотографии матери она так и не прислала. «Ты жуй да помалкивай!» – Ирина боялась признаться насчет телеграммы. «Если сейчас вся правда всплывет, позору не оберешься!» Подтолкнув мужа, сказала. «Мить, а ты чего сидишь? Наливай Нюрки! Вон, а у нее рюмка пустая!» Митя налил гостья и себе. «Не вздумай напиться!» – прошептала Ира. «У нас гости!» «Только вторая!» Митя быстренько опрокинул рюмку. «А так, не-не, я ж все понимаю!» Не понял Митя с первого раза. Митя, хорошенько надравшись, запел матерные частушки и пустился в пляс. «Вот дает!» Гости аплодировали отцу невесты стоя. «Ну, Митяй, ну, обормот! Талантливый, зараза!» Ирина смотрела на мужа, закусив губу. «Господи, ладно, Вадик, он свойский! А что подумает Олег? Городской парень, родители-интеллигенты, а тесть без царя в голове!» «Сядь на место!» – гаркнула Ира, приподнимаясь из-за стола. «Я кому сказала?» «Погодь!» Митя и не собирался сиднем сидеть. Поддержка гостей настолько раззадорила мужика, что он схватил рюмку со стола и шмякнул об пол. «А теперь посмотрим, кто из мужиков сильнее. Давайте устроим борьбу на руках!» «А что, я за!» Олегу понравилась затея соревноваться. «Ну, кто со мной поборется?» – замахал руками Митя. «Выходи по одному!» «Я! Я!» – опьяневший зять пытался протиснуться между столами. «Я первый!» Ирина ахнула. Двухметровый детина с огромными ручищами запросто сломает щуплого хромого Митьку. Она выбежала на середину комнаты и загородила собой мужа. «Не надо, Олег! Это он шутит!» – не подпускала зятя. «Где ж ему с тобой справиться?» «А вот сейчас и узнаем!» Зятек встал перед Ирой. «Ну что, дядь Мить, выходи!» Маша смотрела на этот балаган, открыв рот. «Ох, что сейчас будет!» Олег все-таки напился. Судя по отчиму, на все готов. «Если их не разогнать, жди беды!» Маша поторопилась к мужу. «Олежек!» ухватилась за его рубашку. «Садись за стол!» «Отойди, Маш!» – посмеивался пьяным голосом Олег. «Дай нам повеселиться!» «Не надо! Лучше в другой раз!» Маша заметила, как у мужа на скулах заходили желваки. «Потом! Свадьба все-таки!» «Да ты что меня постоянно останавливаешь?» – рыкнул Олег, резко развернувшись. «Туда не ходи, не пей, не лезь! Ты кто, начальник мой?» «Олежек, я тебя очень прошу!» «Все!» «Если муж начал вести себя раздраженно, значит, пора заканчивать праздник!» «Не надо сейчас устраивать петушиные бои!» Схватив жену, Олег швырнул ее так сильно, что та упала на стол с закусками. Митя протрезвел мгновенно. Накинувшись на Олега, ударил несколько раз в грудь и даже попал по лицу. «Ты что творишь?» – кричал отчим Машина зятя, размахивая кулаками. «Я тебя по стенке размажу!» «Да куда тебе?» Олега развеселили детские удары взрослого дядьки. «Дрищ!» «Сядь спокойно и не дергайся!» Оттолкнул Митю, и тот упал навзничь. Вадик был в шоке от увиденного. Как сильно изменился его друг со времен армейской службы! Раньше Олег не был настолько озлобленным и дрочливым. Надо срочно спасать ситуацию. Подбежав к сослуживцу, Вадик попытался уговорами вывести его на улицу, но Олег не слышал и не воспринимал призыв успокоиться. Он кричал и размахивал кулаками. «Сейчас все здесь разнесу! Отойдите!» Ревущую Машу вывели в другую комнату. Катя осталась с сестрой, чтобы успокоить. «Вижу, какие у вас отношения!» Шоковое состояние парализовало все тело, и Катю затрясло. «Уходи от него! Олег просто зверь!» «Куда я пойду?» – захлебывалась слезами Маша. «Года нет, как поженились! Стыдно-то как!» «Стыдно? А терпеть такое унижение не стыдно? Ты представляешь, какие сплетни пойдут по деревне!» «Да что мне твоя деревня?» – вспылила Маша. «Что вы о чужом мнении печетесь? Пускай за собой смотрят! Мне плевать на каждого из них! Они мне кто, родственники? Вот и пусть молчат в тряпочку!» «Да…» Катя прослезилась. «Сыграли свадьбу!» Маша посмотрела в глаза сестре. У нее сжалось сердце при виде невесты, чей праздник был испорчен. «Прости меня!» – тихо сказала Маша и прижалась к Кате. «Прости!» Праздник продолжился после того, как удалось увезти Олега в дом молодоженов и уложить спать. «Ой-ой!» Ирина сидела в кухне, боясь выйти к гостям. «Так опозориться!» «Ой, как теперь людям в глаза смотреть?» «Каким же буйным оказался Олег!» «Мамочки мои!» «Ну, все!» «Разнесут сплетни по деревне!» «Позорище-то какое!» «Нашла аж оторву!» «Слава богу, у меня таких не было!» «Сразу каждого разглядела!» «А это ж хлебнет горюшка с муженьком!» «Ой, хлебнет!» «Какая же дурная Машка выросла!» «Ни гордости, ни ума!» Подперев лоб кулаком, Ира раскачивалась из стороны в сторону. «Наплачется!» «Ох, наплачется с интеллигентом!» Чуть успокоившись, шлепнула себя по бедру. «А чего это я?» «Девка взрослая, вот пусть сама и разбирается!» «Сама выбрала, сама пускай и живет!» «Что, я ей нянька, что ли?» Встрепенувшись, Ирка выпрямилась, поправила платье на груди и присоединилась к гостям, будто ничего и не бывало. Удачи! Продолжение следует...